Здравствуйте, друзья мои! С вами Юлия Абермайер и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику Spotlight и у кого к нему есть сборник упражнений. Открывайте, пожалуйста, страницу 111, будем выполнять упражнение номер 10. Нам необходимо написать предложение, пользуясь подсказками. 1. He reads every day. Он читает каждый день. 2. Do you swim on Mondays? Ты плаваешь по понедельникам? И 3. He doesn't play circle on Fridays. Он не играет в футбол по пятницам. Другими словами нам нужно составить повествовательные, вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple Chance. Present Simple Chance это настоящее простое время. Действие происходит постоянно, регулярно или не происходит никогда. У каждого времени есть свои определяющие слова или слова-мычки, их по-другому называют. В Present Simple Chance они такие every day, каждый день. Usually, обычно, always, всегда, never, никогда, from time to time, время от времени, sometimes, иногда, often, часто. Полное правило есть на канале. Конкретно сейчас о схемах говорить не буду, но я их вам вывела на экран, чтобы вы могли следить, что за чем должно следовать. Ну что, а мы переходим к самим упражнениям. Они не играют в теннис каждый день. They don't play tennis every day. Ты делаешь открытки по средам? Do you make cards on Wednesdays? Она смотрит телевизор по понедельникам? Does she watch TV on Mondays? Он играет на фортепиано по пятницам. He plays the piano on Fridays. Он не рисует картины каждый день. He doesn't paint pictures every day. You don't dance on Tuesdays. Она гуляет в парке по четвергам. She walks in the park on Thursdays. Они едят фрукты каждый день. Do they eat fruit every day? Мы пьем сок каждый день. We drink juice every day. Она помогает ее маме по воскресеньям. Does she help her mother on Sunday? И последнее. Он не играет в теннис по субботам. He doesn't play tennis on Saturday. Ну вот и все упражнения, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить слова вам поможет новое приложение английский третий класс. Скачивайте его на свой телефон или планшет, выбирайте свой учебник. Далее выбирайте юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете выбрать свой темп или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. А потом можно начинать тестирование. Выбирайте один из пяти тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов и аудирование. Ничего лишнего. Только то, что есть в вашем учебнике. Прекрасный помощник школьнику. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение английский третий класс. Ну а с вами была Юлия Абермайер. До новых встреч!